добрый день дорогие друзья тема сегодня надеюсь интересно о чем еще поговорить во время студенческих каникул ну и где-то в их преддверии о молодежи об отцах и детях но об отцах и детях только только не писал о конфликте поколений взаимоотношения родителей детей и так далее ну один тургенев чего стоит у нас это в стране немножко усугублено потому что отцы выросли в одной стране под названием советский союз совсем в другой жизни и без интернета без гаджетов без эксплуатации с нормальной работой и так далее дети выросли совсем другое время они лучше взрослых разбираются во всех новомодных штучках но образование хуже и так родители считают что дети никчемные дети считают что родители динозавры в этом ничего не понимают давайте попробуем разобраться в этом с политической точки зрения вообще так ли это и кому это выгодно ну я думаю это будет интересно послушать и детям и отцам и молодежное крыло которое отстворяет примерно опять же такие люди как семин например там значит сторонники голой теории марксизма то есть встречается друг друга молодые люди это за диктатуру полетриэта нет но ты козил это знаете вот мне напоминает людей которые встречаются друг другом и говорят это за спартак не я за цска ну и отеча в глаз да эти люди с подачи вот этого самозваного теоретика семина считают что надо заниматься теорией изучать марксизм надо конечно естественно естественно надо можно и на танцы сходить там не знаю на дискотеку в клуб шашлычка пасти еще и книжки умные почитать кто спорит но во что это опять выливается значит вот эти самозванные гуру говорят ребята вы теорию изучайте но в общем ни в чем не участвовать на митинги не ходите потому что это буржуазная страна митинги ничего не дадут значит на выбор тем более не ходить это буржуазный парламент возникает вопрос молодые люди они же обычно что-то хотят делать навальновцы хотя бы ходят на митинги выбора они семинга того ждите мировой революции друзья пока там это год сорокалетний деточка я извиняюсь который все еще учится у нас имея правду от путина орден за работу на государственном пропагандистском телевидении 2007 году но не суть надо ли участвовать буржуазном парламенте то есть в выборах парламент у нас сейчас как буржуазный без спорта абсолютно но вы если вы изучаете теорию если вы изучаете маркса и ленина так посмотрите что они об этом писали у ленина есть отличная работа посвящена бойкоту большевиками в начале двадцатого века выборов в первую и третью государственную думу 905 год революция москве на пресне восстание казалось вот-вот царь испугался как тогда в частушки пели издал манифест мертвым свобода живых под арест то есть созывает впервые в истории россии парламент государственную думу буржуазный абсолютно там от дворян вот столько места крестьян там гораздо меньше ну и так далее тактика большевиков байкот почему потому что сам парламент плохой а потому что если выбирать между развитием революции вверх между там скажем так тем что народ вот он заряжен что он готов к восстанию и парламентом это откат большевики байкотирует парламент 1 государственную думу революция терпит поражение в силу разных причин не буду на этом долго останавливаться в 907 году сад разгоняя первые две думы спокойно назначает выборы в третью еще более реакционно но то есть от рабочих еще меньше представить от крестьян тоже в основном дворяне купцы там капиталисты ленин ни в коем случае не бойкотировать выбор до него начали вот такие же как на меня сейчас ну как же так как у марса на такой странице написано там безобразие прочее ленинга задача не вообще бойкотировать или не бойкотировать а изучать ситуацию в стране сейчас революция на спаде мы разгромны у нас временное поражение мы отказываемся от выборов в реакционные монархические парламент мы теряем возможность воздействия на массы мы теряем возможность воспитания их ну или как вам это объяснить у ленина есть еще работа о компромиссах большевики за компромиссы или нет пишет ленин ленин отмечает есть компромиссы и компромиссы если этот компромисс ведет в целом в правильном направлении хоть на один шаг приближается социализм надо на него идти не ведет не нужно если он беспринципный циничный ради денег ну или еще проще объяснять ленин вот друзей таким как вы вот вас остановили кстати с ним такой случай реально в москве произошел ленин который если в отличие от нынешних наших вождей без охраны вас ставили вооруженные бандиты просто что делать можно конечно отстреливать на был пистолет но он понимал что бандитов много и любой столкновение закончится у гибели хороша ли гибель ленина для это был девятнадцатый год разгар гражданской войны для страны наверно нет правильно поступил отдав эту машину бандитам и пешком отправившихся в кремль ну может быть с точки зрения голой марксистской теории нет надо было возмутиться и прочее но ленин пошел на это дальше когда меня упрекая в том что наш новый социализм сохраняет мелкую среднюю частную собственность а где-то там у маркса что такое написано опять вспомните ленина 21 год страна в разрухе стране военный коммунизм деньги практически отменены казалось бы все 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 но люди живут плохо и что делает ленин он не читает маркса потому что маркс просто не успел принять участие в строительстве нового общества он умер тогда когда капитализм был еще силен так вот маркс извините ленин вызывает тамбовских крестьян где вспыхнуло восстание против советской власти ведь странно да ведь власть то рабочая крестьянская и тут восстание восставших именно крестьян просит ему привести лет в чем делать они ему начинают объяснять через несколько дней выходит декрет ленина на правительство советского новой экономической политики с допуском рыночной экономики мелкой средней даже крупной честно говоря частной собственности в результате правда уже после смерти ленина советский союз стал первой страной мира быстрее всех восстановившийся после первой мировой войны кстати ленина как и меня сейчас конечно себя с ним не сравнил он тоже ругали что он маркса не знал знаете вот нынешние тогдашние последователи семена по умнее правду бы которые были гораздо зиновьев каменев говорили ленин нельзя совершать революцию октябрьского семнадцатого что ленин почему то вы маркса почитать у маркса что написано что революция может произойти только тогда когда у рабочих рабочие в составе населения будут 60 70 процентов у нас отсталая крестьянская страна рабочих 10-15 процентов вы что нельзя и даже такие же вот как семян троцкисты говорили так даже если мы революцию совершим надо бросить россию в топку мировой революции вот мировая революция хорошо а мы не созрели ну и что говорил ленин на это вот этим доктринером эту по голову начетникам маркса что главное это условия в которых сейчас находится страна да в россии сложилась тогда уникальная возможность для большевиков взять власть что надо было прочитать несколько тому сказать не нельзя жут на этой странице вот этот не на пист вот этим и был силен ленин гибкостью своего ума способностью признавать ошибки идти даже иногда против того что было где-то у кого-то написано и я вас к этому призываю ваши же нынешние вожди там это вот эти вот товарищи типа семина они знаете на кого похожи они типа молодые а тем уже там за 40 лет они похожи знаете в советское время у брежнева был такой помощник по идеологии звали его михал андреев суслов у него кабинет такой был большой и в этом кабинет стояли карточки с цитатами маркса и ленина любой случай то есть ему звонили и говорили пихо андреевич надо срочно цитату маркса я не знаю животноводство на цитату энгельса там о том на возьми задача наша с вами друзья не в том чтобы только изучать работы хотя их надо изучать рекомендую вам работу ленина с характерным названием грозящая катастрофа и как с ней бороться нам надо умело применять это к реальной жизни как говорил ленин марксизм не догма руководством действия как говорил маркс задача философов до нас до марксистов состояла в том чтобы объяснить этот мир наша задача состоит в том чтобы его изменить и наконец вот если навальновцы условные призывают к участию выборах по крайней мере даже голосу призывает голосовать за коммунистов чему призывают севинцы выборах не участвовать к тому же чему единая россия то есть единая россия или ребят сидите дома да мы единой россии мы не очень у нас все хреновно это еще хуже коммунияки все эти не ходите ни в коем случае но если вы не придете на выборы это власть останется и самое главное ну тот же севин может ошибаться правдом вальной тоже когда призывал на выбор не ходить но самое главное на последних президентских выборах тот же севин он призывал идти на выбор и голосовать знаете за кого за сурайкина коммунисты россии креатурой партии власти которая создана специально и то даже не скрывая чтобы оттянуть у оппозиции голоса и вы знаете опять вспоминается ленин который говорит что этих крикливых псевдореволюционеров кроме фразы ничего нет и они часто смыкаются самой отвратительной реакции и знаете друзья если вот у меня еще не устали слушать маленькая история про чили там мирным путем в семидесятом году пришла к власти с помощью выборов широкая коалиция левых сил народное единство коммунисты социалисты радикальной партии ну и так далее во главе сальвадором аренды какая была структура населения чили как и сейчас примерно процентов 25 можно сказать рабочие 20 те кто связан с буржуазии олигархами и были еще средние слои вот офисные сотрудники водители такси собственника грузовиков которых у нас сейчас тоже много есть и они средние слои они всегда колеблется с ними с этими альенда проводил осторожно но целеустремленную политику в первый месяц его правления были снижены цены на жкх на электроэнергию на транспорт и самое главное семьдесят первом году чили впервые получила в свои руки свое национальное богатство медь это как у нас нефть был подписан альенда закон о полной национализации переводе этого государства супер но были леваки типа того же семина который значит начитавшись цитат говорили альенда это керенский это мелкобуржуазный элемент почему а потому что власти пришел мирным путем значит наша задача произвести вооруженное восстание против кого альенда надо сказать он собирал тайком этих людей говорит ребят в чем дело у нас с вами общая цель просто вы сможете это восстание провести да без вопросов но у нас же армия понимаете армию еще надо распропагандировать она сильно намного не понимает ничего мы революцию сделаем дальше презент вы не волнуйтесь результат вы знаете да своими действиями тупыми хотя и искренними абсолютно вот эти молодые леваки начали захватывать у как они говорят буржуазии телевизор заходят дома телевизор поступает собственность народа так может у этого человека телевизор последний был дальше землю стали отнимать да здравствует социалистическая эволюция землю сюда в результате вот эти средние слои прекрасно сначала относившиеся к социалистической перспективе перешли на сторону реакциям просто надоелка беспредел и что же происходит военный переворот казалось бы все эти леваки такие же как все народ да здравствует революция мы вообще всех порвем они хоть один вышли на улицу нет ну и самое страшное в другом что эти военные реакционные приначе жестоко расправились именно с этой молодежи почему а потому что они были на виду они все время что-то кричали выступали их легко было найти и расстрелять результат какой поражение социализма в чили и самое главное что как раз у этих молодых людей которые так громко кричали революция эту революцию собственно говоря отняли им пришлось жить в страшнейшей диктатуре подавляющей все их самосознание поэтому товарищи слева наша главная задача сейчас так же как в альенда мирным законным массовым путем сместить эту власть на выборах ведь даже ленин сам говорил что мы не против победы на выборах абсолютно а степень насилия в любой революции не цитатами определяется она определяется как городе степенью сопротивления господствующего класса чили например сначала его не было чехословакия сорок шестом году коммунисты победили на выборах и стали строить социализм не пролилась ни одна капля крови может быть такой конечно может бесспорно но если вы будете сидеть дома и ждать мировой революции вы молодые люди вольные или невольные сторонники единой россии потому что она хочет именно того чтобы вы остались дома поэтому я обращаюсь к тем кто здесь и тем кто здесь борите за свое будущее выбирайте свободный демократический новый социализм страна в опасности через три-четыре года этой перспективы хорошей быстрой хорошего быстрого улучшения жизни у нас уже с вами может не быть спасибо